Здравствуйте! В эфире программа «Наша тема» в студии Александра Платонова. Сегодня гостем нашей студии стал временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев. Олег Алексеевич, здравствуйте! Добрый день! Конечно, мы сегодня будем с вами говорить про Новочебоксарск, про мой родной город, где я родилась, где родились мои дети. Поэтому к вам много вопросов. Пожалуй, начнем? Да, давайте начнем. Новочебоксарск станет территорией, опережающей экономического развития. Расскажите, пожалуйста, как конкретно на Новочебоксарцах этот статус скажется и что делать другим городам, чтобы тоже войти в их число? Да, на сегодняшний день такой статус уже имеет город Канаш у нас, поэтому, слава Богу, можно так сказать, что Новочебоксарск только следует этому пути. Но само появление территории, опережающего социально-экономическое развитие на территории города, дает, конечно, колоссальные возможности для жителей Новочебоксарска, особенно для тех, которые собираются заняться бизнесом, хотят создать свое предприятие, хотят создать свое производство. Это, конечно, колоссальные возможности, потому что это будут совершенно облегченные налоговые условия на период становления бизнеса, на первые пять лет и последующие пять лет. То есть на первые пять лет совсем легкие, чуть-чуть легче на следующие пять лет, поэтому в течение десяти лет это совершенно тепличные условия. Ну, а для самих жителей это, конечно же, в связи с появлением новых производств, возможность найти себе ту работу, которой хочется заниматься. Это вот есть и так коротко. А в целом это, конечно же, возможность для города сделать рывок, рывок вперед, потому что очевидно, что эта территория для того, чтобы привлекать сюда, в том числе тех людей, которые уже успешные, создали уже какие-то производства. Или имеют великолепные современные инновационные наработки и собираются реализовать их в виде уже новых, современных производств. И очевидно, что такого рода люди, бизнесмены, как принято их называть, ищут себе комфортные условия для ведения бизнеса. Поэтому вот эта территория, где имеются такие облегченные условия ведения бизнеса, конечно же, для них является привлекательным местом. Плюс для этого мы на республиканском уровне делаем очень много дополнительных опций. Это прежде всего, ну, скажем так, сопровождение организации бизнес-процесса. Это касается всех административных процессов по оформлению документов, по организации производства, по сопровождению бизнеса в части получения каких-то свидетельств, разрешений, подключения к каким-то мощностям. Ну и самое главное создание этих мощностей, то есть это электричество, это вода, это газ, это все будем делать со стороны государства Чувашской республики, конечно же, совместно с Российской Федерацией. Это будет великолепное условие и возможность для развития города. Обсуждаются сейчас возможности размещения в Чувашии производства в сфере электротехнической отрасли. Вот осмотрены земельные участки, да, уже на сайте об этом опубликована информация, в том числе и в Новочебоксарске такая возможность есть. Вот подробнее об этом расскажите, пожалуйста, где планируется, может быть, сроки какие-то уже оговорены, и что это за производства будут? Вообще направление электротехнической деятельности в Чувашии является, ну, одним из сильно развитых. На ряду с тракторостроением, на ряду с химической промышленностью, свойственной для Новочебоксарска. И, конечно же, наличие вот такой уже фундаментальной базы электротехники – это и наука, это и производство, это и те люди, которые уже работают в этой сегменте экономики многие десятилетия, дает возможность быстрого обеспечения нового производства необходимыми ресурсами, прежде всего кадрами. И поэтому, несомненно, когда вот бизнесмены выбирают площадку для организации такого производства, смотря на все эти факторы, конечно же, Чувашия для них является достаточно привлекательной территорией с точки зрения вот таких факторов. Плюс вот те условия ведения бизнеса, о которых мы с вами говорили в рамках создания ТОСЭР, дают дополнительные преимущества. И поэтому, несомненно, вот у Новочебоксарска в этом плане появляются еще больше возможностей. Как уже было сказано, Выше и город Канаш тоже являются такой территорией. Но на самом деле и любая территория Чувашии, в принципе, для электротехники является привлекательной. Потому что вот есть факторы, о которых уже Выше было сказано. Поэтому вот сейчас, вот буквально за последний месяц, к нам в Чувашию приехало вот два бизнесмена, которые предполагают здесь создать производство в области электротехники. Конечно же, мы, когда приходят такие инвесторы, смотрим на то, насколько они являются конкурентами наших производственных площадок. И очень здорово, вот те, которые приехали, они таковыми не являются. Они лишь дополняют или расширяют перечень производимой уже нашими предприятиями продукции. И поэтому здесь сейчас очень важно, чтобы мы совместно достаточно быстро и оперативно проработали план организации строительства новых производственных площадок. Ну и для этого нашими представителями Института развития Чувашской республики были продемонстрированы различные площадки. Это в городе Чебоксарске, в городе Чебоксар, в городе Канаше и в других муниципальных образованиях. Сейчас идет оценка со стороны этих предприятий, насколько им подходит та или иная территория. Потому что очевидно, что современное производство требует не просто организации какого-то цеха по выпуску продукции, да? Ну и создание некого логистического центра, где уже вопросы возникают в части транспортного обеспечения и так далее, и так далее. Поэтому я убежден, что уже до Нового года мы поймем, в какие сроки эти проекты будут реализовываться на территории Чувашской республики. По предварительным данным, которые обозначили коллеги, которые приехали к нам в Чувашию, это порядка 2,5 тысяч новых рабочих мест в Чувашской республике. Это, конечно, не одномоментно, это в течение 3-4 лет. И инвестиции примерно около 5 миллиардов рублей. Вот это, конечно же, здорово, когда такого рода контакты случаются. А самое главное, здесь проглядываются конкретные, видимые, ощутимые результаты. Олег Алексеевич, вот и к нам в редакцию поступают звонки, и на улице тоже горожане. Больной у нас вопрос, на самом деле, для нас, для научебоксарцев, это кинотеатр радовал. Вот, может быть, вы знаете, какова его судьба, что его ждет? И понятно, что сейчас непростая эпидемиологическая ситуация, но все-таки, когда у нас он откроется, если откроется, и как скоро он начнет функционировать? Ну, на самом деле, да, на сегодняшний день осталось несколько сегментов экономики, которые, к сожалению, не осуществляют свою деятельность, в том числе и кинотеатры. Я очень надеюсь, что работу кинотеатров удастся возобновить недели через 2-3. Что для этого надо сделать? Для этого, конечно же, прежде всего, надо всем нам очень четко и последовательно соблюдать все меры предосторожности. То есть сама ситуация с коронавирусом и инфекцией на сегодняшний день, она достаточно стабильная. Нам удается его держать вот достаточно в таком стабильном, контролируемом формате. Но количество болеющих на сегодняшний день, ну, достаточно большое. А раз количество болеющих большое, идет достаточно сильная нагрузка на систему здравоохранения. Ну и кроме того, пока еще фиксируем достаточно, если даже небольшое, но существенное количество вновь выявляемых заболевающих. И здесь вот говорить о том, что вот в таких условиях можно было бы открыть все, к сожалению, не удается. То есть мы не можем пока это говорить. Почему? Потому что такие виды деятельности, как кинотеатр, торговые центры и иные аналогичные формы деятельности, они предполагают неконтролируемое количество контактных лиц, причем невозможно их отследить. И поэтому, если вдруг вот в таких местах, как кинотеатр или торговый центр, вдруг окажется, ну, скажем так, точка распространения болезни, ну, вот очень сложно будет системе здравоохранения и Роспотребнадзору выявить так называемых контактных, отследить их, ну, и соответствующим образом купировать болезнь в кратчайшие сроки. Поэтому на сегодняшний день работают отдельные предприятия, где понятен список. Работают другие бизнес-процессы, где тоже есть возможность четко понять, кто находится и с кем контактирует. Ну, и максимально открыли и дали возможность работать тем предприятиям, которые свою деятельность осуществляют, ну, скажем так, на свежем воздухе. Потому что все-таки свежий воздух, летний период, здесь вероятность того, что инфекция передастся, естественно, при условии соблюдения социальной дистанции, она маловероятная. Поэтому вот примерно такие факторы. Но сейчас, вот в настоящий момент, мы фиксируем такую достаточно стойкую тенденцию снижения количества заболевающих. И причем не только новой коронавирусной инфекцией. Очень много было болеющих пневмонией и ОРВЕ. И вот если недели две назад вот эти три вида болезней, они взаимно то увеличивались, то понижались, то сейчас все три болезни, мы фиксируем, они последовательно снижаются. И это очень хороший сигнал. И нам очень важно здесь вот удержать себя и не поддаться соблазну, вот, скажем так, не соблюдая все меры безопасности, дать болезни разгуляться. Если мы удержим ситуацию, скупируем его окончательно, то, конечно же, тогда более спокойно мы можем уже жить в привычных форматах. Я почему, кстати, вот спросила про кинотеатр Адл, почему сказала, что это больной вопрос именно этот объект. Потому что, несмотря вот на эпидемиологическую ситуацию, которую вы обрисовали, кинотеатр Адл у нас не функционирует уже порядка, ну, нескольких лет точно. То есть жители, ну, Чебоксарска, они у нас уезжают в другие города, в Чебоксар, в частности, да, там, в развлекательный центр. У нас нет места досугового, где мы могли бы проводить время со своими детьми. Вот, поэтому такое пожелание может быть от меня или лично, и от горожан, чтобы уже вопрос решился. И вот, когда у нас, наконец-то, эта эпидемия, пандемия пройдет, чтобы мы все сходили в родной привычный нам кинотеатр. Обязательно поговорю на эту тему с администрацией города, потому что зона ответственности не совсем моя личная. Это находится на пересечении деятельности Министерства культуры и национальной политики и администрации города. И, конечно же, Министерство тоже соответствующее поручение, чтобы посмотрели, что можно сделать для того, чтобы, скажем так, помочь администрации города запустить создание здесь вот такого досугового центра для жителей города Новочебоксарска. Конечно же, поможем и сделаем все, что от нас зависит. Хорошо. Ну и еще раз мы начали говорить о таких местах больных для новочебоксарцев, пляж в Новочебоксарске тоже бы хотелось нам... Понятно, что сейчас непростая ситуация, мы об этом уже поговорили. Планируется вообще как-то облагораживание территории пляжа? Может быть, какие-то установки, площадки, где могли бы отдыхать в летнее время? Ну, я думаю, что однозначно надо планировать. Это опять вопрос городской администрации. И для того, чтобы все муниципальные образования, в том числе город Новочебоксарск, запланировали соответствующие мероприятия для себя, в том числе пообщавшись с жителями города, мы сейчас работаем очень плотно над программой развития Чувашской республики на следующие пять лет. Мы над ней уже работаем больше трех месяцев, и за это время мы его обсуждали и обсуждаем дальше уже в различных форматах. Если на первом этапе мы его сформировали и обсудили на экспертном уровне, достаточно широко представив любому желающему дать туда свои предложения, предложение поступило только напрямую, более 500, соответственно, они еще, эти предложения поступали через органы исполнительной власти и через муниципалитеты, которые дали свои предложения. И, значит, вторыми этапами эту программу мы обсудили по отраслевому принципу, через призму каждого министерства. Смотрим на эту программу с позиции муниципального образования, каждого муниципального образования, насколько там учтены те видения, те планы развития того или иного муниципального образования, в данном случае города Новочебоксарска. И мы это назвали образ будущего через пять лет. И вот здесь очень важно, чтобы администрация Новочебоксарска, исходя из пожеланий жителей Новочебоксарска, включила этот пляж в план своего развития. Если он туда будет включен, то мы его обязательно реализуем. В Новочебоксарске, в поликлиниках, ну, явно не хватает узких специалистов, эндокринолог, лор и прочих. Вот планируется ли в Новочебоксарске увеличение как-то штатных единиц, чтобы кадры пришли к нам, у нас в городе работать? Конечно, планируется. Значит, ну, во-первых, не хватает, скорее всего, не из-за того, что штатную численность надо увеличивать, а из-за того, что, скорее даже, имеющееся штатное расписание не заполнено из-за имеющихся вакансий. К сожалению, такая проблема на сегодняшний день существует, и около 200 человек у нас дефицит узких специалистов. Это по всей республике. Для того, чтобы решить эту проблему, сейчас очень активно и плотно работаем над тем, чтобы через систему или через подход целевого образования привлечь молодых специалистов в конкретные учреждения здравоохранения, которые находятся, ну, в частности, на Новочебоксарске или в другом населенном пункте. Для того, чтобы обеспечить кадрами удаленные населенные пункты, а их тоже достаточно большое количество в Чувашской республике, и там еще сложнее обеспечить такого рода узкими специалистами учреждения здравоохранения, мы приняли решение, что имеющиеся в программе «Земский доктор», которые, в рамках которого люди, которые выбрали место работы себе с село или малый город, в полтора раза увеличили, то есть для удаленных населенных пунктов. Значит, поэтому я думаю, что для Новочебоксарска тут вопрос проще решается. Это прежде всего уже за счет целевой подготовки специалистов, а целевая подготовка предполагает трехсторонний договор, да, трехсторонний договор, и соответствующим образом человек идет на место работы. Конечно же, конечно, для молодых специалистов мы сейчас разрабатываем и просматриваем дополнительные такие бонусы или там какие-то стимулирующие вещи с тем, чтобы они не просто пришли на место работы, но и закрепились там, и соответствующим образом проработали максимальное большое количество. У нас дистанционный формат обучения был, и вот многих мам, меня тоже как маму беспокоит вопрос, не заменит ли обычный формат, дистанционный. Я думаю, что ни в коем случае не заменит. Вот лично я тоже противник, так же, как и вы. Но я думаю, что вот эти две формы могут существенно друг друга дополнить. Дополнить и насытить образовательный процесс некими такими совершенно иными подходами. Потому что сама ситуация показала, что дистанционные формы коммуникации, в том числе образовательного процесса, они, ну, скажем так, достаточно интересны. И могут быть эффективны в случае, если применить их точечно, целенаправленно для решения конкретных задач. И в этой связи я убежден, что вот дистанционный образовательный процесс, он найдет свое место и будет развиваться, но ни в коем случае оно не должно заменить, конечно же, того, той традиционной формы образовательного процесса. Здесь, я думаю, что не для этого мы строим новые школы, не для этого мы создаем великолепную материально-техническую базу в этих школах, и не для того мы развиваем всю остальную систему образовательного процесса, начиная от дошкольного до высшего. Олег Алексеевич, вот теперь уже такой вопрос. Назовите три основных принципа в вашей работе. Ну, да, три основных. Или их может быть больше? На самом деле, конечно же, их можно и больше, но вы правы, три это основные, наверное. Но это прежде всего, наверное, честность, честность прежде всего к самому себе. И очень важно, вот будучи честным к самому себе, соответствующим образом эту честность транслировать. Второе, это, наверное, быть открытым. Открытым, прежде всего, опять же, вот самому быть открытым и открытым для принятия информации. Очень часто мы, к сожалению, действуем по принципу слышим, но не слушаем. Вот умение как раз слышать и слушать, а самое главное, услышать через открытость, это очень важно. Тогда можно получить достаточно много интересной, важной и необходимой информации. Ну и, наверное, все-таки, чтобы не распыляться, наверное, ввиду того, что я достаточно большой начальник, скажем так, тогда, наверное, вопрос, наверное, требовательности станет, принцип требовательности. Опять же, прежде всего, к себе, ну и потом ко всем остальным, с кем взаимодействуешь каждый день. Вот эти три принципа, на мой взгляд, являются очень важными для того, чтобы, с одной стороны, быть эффективным в своей деятельности, с другой стороны, вовлекать в процесс управления регионом в данном случае и вообще осуществление, в принципе, любой деятельности, максимальное количество участников, а самое главное, вырабатывать очень эффективные, очень полезные решения за счет вот этих коммуникаций. Ну и такой заключительный момент, может быть, он не скромный с моей стороны, мы с вами говорили до эфира о том, что в этом году студия Новочебоксарского телевидения исполняется 15 лет, и я прошу вас поздравить коллектив Новочебоксарского телевидения и на самое главное наших зрителей, которые преданно с нами идут плечом к плечу все эти годы. Пожалуйста, поздравьте их с этой замечательной датой. От всей души поздравляю коллектив Новочебоксарского телевидения с этой замечательной датой. Несомненно, за эти 15 лет сделано уже много, но на мой взгляд, это только база или площадка для того, чтобы сделать новый прыжок вперед и быть полезными для телезрителей, для тех людей, которые, как вы уже сказали, все 15 лет шли с вами плечом к плечу, верят вас, доверяют вам. Потому что слово доверяют очень важно, потому что вас слушают, вас смотрят, и через это формировается определенное отношение к событиям, которые происходят в нашей жизни. Но и самое главное, никогда не останавливаться на достигнутом, потому что впереди еще много интересного, непознанного. А учитывая, что мир постоянно меняется, этого составляющего непознанного и интересного становится все больше и больше. Спасибо вам большое за такие добрые слова. Вас еще раз благодарю за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Желаю вам успехов, всего вам доброго, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Ну что ж, дорогие друзья, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. В студии была Александра Платонова. Мы увидимся в следующий четверг. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»